Такой команде действительно тяжело играть. Я думаю, что нижний был просто растерян даже в начале. И было видно, что они не знали, что делать. Они, наверное, потери 7, может быть, сделали. И за счет этого такое большое лидерство сделали. И потом, ну как бы, с одной стороны, хорошо, что сделали такой большой отрыв. С другой стороны, немножко расслабились. Посчитали, что игра там уже сделана. Ну, когда такой большой рывок обычно, потом идет небольшой спад. То, что было, да, в четверти, там, до 11 очков они вроде сократили. Вот, но в конце сделали, что от нас требуется. И выиграли с хорошей разницей. Последний, последний, наверное, месяц очень жестко тренируем. Основной акцент делаем на защиту. И кому интересно, может прийти посмотреть на тренировку, что там творится. То есть мы там играем жестко. И сегодня нам удалось в начале игры перенести это на игру. То есть вот эту жесткость. За счет чего разрушили совершенно их нападение. Есть информация, что вы играли с больной спиной. Что случилось? Расскажите. Вопрос-то был задан. А как-то ты берем его в кадр. Очень-очень хорошая роль. Тем более, что у меня есть очень много вопросов к нашим игрокам. Которые можно задать, находясь с другой стороны объектива. Например, как был Антон Панкрашов, который мужественно вынес укол в попу и сыграл с больной спиной. Ну ничего, вчера на тренировке дернул спину. И меня убрали с тренировки, отправили домой. Еле ходил. Но благодаря нашему доктору Юри, у которого великолепные красивые усы, он у меня помассировал спинку. И я стал чувствовать себя гораздо лучше. И пошел играть. Да, вот у нас еще есть здесь проект. Мы выставили Антона Панкрашова, кандидата на основного главного тренера сборной России. Так как Дэвид Блат оставил свой пост. И пока преемник официально не назван, у нас есть надежда, что Антон возглавит. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok